По Библии в этот день Иисус был осужден и распят на кресте на Голгофе. В этом году этот православный праздник отмечается 30 апреля. Народная поговорка гласит, кто в страстную пятницу смеется, тот весь год потом плакать будет. Христиане верят, что накануне Пасхи веселье неуместно, а день этот следует посвятить молитвам и размышлениям о жертве Спасителя. Как и у многих церковных праздников, у этого дня есть свои правила и каноны. Так в самый горький для верующего человека день от многих вещей следует воздержаться. Например, нельзя мыться, убираться, стирать, праздновать и употреблять алкоголь, работать по дому и в огороде, а также нарушать Великий пост. До его завершения остается всего три дня, и именно в страстную пятницу следует сохранять наиболее строгую диету. Наши предки в этот день не ели ничего, кроме хлеба и воды, почитая таким образом великую жертву, которую принес Христос. В страстную пятницу следует посвятить время подготовки пасхального стола, печь куличи и красить яйца. Считается, что приготовленная в этот день выпечка не испортится и не заплесневеет. В субботу в течение всего дня православные смогут осветить куличи и яйца в храмах. А в ночь на воскресенье верующие придут на большую службу, которая продлится до глубокой ночи и завершится крестным ходом вокруг здания храма. В Великую субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме произойдет схождение Благодатного огня. И в воскресенье 2 мая наступит один из самых важных православных праздников – Светлая Пасха. В этот день по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора Благодатный огонь доставит Волгоград. Этого важного события ежегодно ждут все православные волгоградцы. Во время Великой Пасхальной вечерни в Казанском кафедральном соборе 2 мая каждый сможет взять в свой дом частичку Благодатного огня, символизирующего свет Христового воскресения. Свойства нет.